Стиль ведущих представляет магазин Монтон. Здравствуйте! В эфире Первого городского службы новостей «Город» в студии Вероника Сухачева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях четверга, 13 июня. Смотрите в ближайшие минуты. Внимание потерялись родители. Почему полиция разыскивает мам и папа? В участках их ждут дети. Не хочешь – заставят. В продажу уже поступают пачки сигарет с пугающими картинками. В Минздраве уверены – эффект будет. Шаг в пустоту. На Девао открылся сезон прыжков с парашютом и полетов на дельтаплане. Московский проспект и остров Канта свяжет новый мост. А еще архитекторы хотят построить замок. Картошка с укропом, народные костюмы и массовые гуляния. Казаки торжественно приняли присягу. Теперь подробнее. В четверг в 2 часа ночи на пульт дежурного поступило сообщение о пропаже ребенка. Мама 7-летнего мальчика заявила о том, что ее сын до сих пор не вернулся с прогулки. И за последнюю неделю этот случай не первый. И с наступлением летних каникул количество заявлений о пропаже детей резко возросло. Куда же уходят дети и как избежать подобных случаев смотрите в первом материале выпуска. На поиски пропавшего мальчика вышли все наряды полиции. Его нашли прохожие около 7 утра. Оказалось, что ребенок заблудился и не смог найти дорогу домой. И это не первый случай в области за последнее время. Так, 9 июня калининградцы искали двух первоклассников, которые потерялись в лесу. А уже на следующий день сотрудники полиции обнаружили трехлетнюю Полину. Правда, на этот раз искали ее родителей. Дети несознательно просто теряют ощущение времени, потому что темнеет поздно, оказываются бесконтрольными. Ну, как бы, выпустили погулять до 10 часов вечера, часов у детей нету, заигрались, пропали. Ну, многие факторы, что родители не присматривают за детьми. То есть дети предоставлены самим себе. Именно безнадзорность, по мнению волонтеров, виновата в том, что дети исчезают. Денис вместе с другими волонтерами нашей области каждую неделю выходит на поиски пропавших детей. Для безопасности детей многие родители отдают своего ребенка в летние лагеря. Но для тех, кто не хочет расставаться надолго с своим чадом, летние лагеря кратковременного пребывания открываются при школах и других учреждениях города. Такой лагерь открылся и в одном из центров для детей города. Здесь, по словам педагогов, дети не только находятся в безопасности, но и заняты полезным делом. Мы как выезжаем, так и на базе нашего учреждения определенные мероприятия проходят. Конкретно сегодня мы выезжали на пятый фор. Также предусмотрены мероприятия и выезды у нас на различные музеи города. Также на озеро, чтобы дети отдыхали, закаливались, играли, спортом занимались. Это все предусмотрено. Проблемы пропавших детей, обеспокоенные власти городом. Так, 13 июня в УВД Калининградской области состояло заседание, на котором представители правоохранительных органов обсуждали, какими способами можно предотвратить исчезновение детей. Для безопасности детей существует детский паспорт, в котором есть фотография ребенка и все данные о нем. И в случае пропажи ребенка он должен стать вашим помощником. Такой паспорт существует почти во всех городах России. Но в Калининграде, к сожалению, пока он не появился. А за рубежом давно используют GPS-маячки для детей. У нас же в России дорогому гаджету нашли альтернативу. Так, некоторые мобильные операторы предлагают услугу, при запросе которой можно узнать, где находится ребенок. На сегодняшний день разыскивается. Фомченко Виктор, 1996 года рождения. 15 марта этого года он ушел из интерната в городе Советский и до сих пор не вернулся. Прокофьева Дарья, 1998 года рождения. 9 июня 2013 года она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Гражданам, располагающим информацию о местонахождении Фомченко Виктора и Прокофьевой Дарья, просьба сообщить по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Кристина Булыцына, Максим Кириченко, служба новостей, город. Онкозаболевания, пародонтоз, импотенция, ампутация и мертворождение. Теперь об этих страшных болезнях можно не только услышать, но и увидеть их. С 12 июня в силу вступил приказ Минздрав соцразвития об утверждении предупредительных надписей о вреде курения, сопровождаемых рисунками. Отныне 12 картинок с последствиями курения изображены на пачке сигарет. Старые запасы сигарет с продажи не снимут, пока у них не выйдет срок годности, так что у курильщиков на ближайший месяц еще есть выбор. Помимо пугающих изображений и закона, ограничивающего список мест, где запрещается курить, будет проведен еще ряд мероприятий, направленных на снижение потребления табака. На территории Российской Федерации теперь бездомных животных будут отстреливать. 13 июня волонтеры со всей России подали обращение к Совету Государственной Думы против уничтожения безнадзорных кошек и собак. К ним присоединились волонтеры Калининградской области с лозунгом «За закон, который защищает, а не убивает». Председатель волонтерской организации считает, собак не надо отстреливать. Необходимо создать станции для передержки четвероногих и лишь больных собак усыплять. «Ну, конечно, мы будем выражать протесты по поводу этого закона, потому что с 1917 года производят отстрел безнадзорных животных, и эту проблему не решают. Раньше это было незаконно, сейчас хотят это легализовать. Мы активно будем протестовать, устраивать разные мероприятия, с этим связанные митинги, возможно, какие-то акции, выпускать какие-то листовки для того, чтобы люди нас поддержали». Напомним, в Калининградской области были неоднократные случаи нападения собак на людей. В Балтийске в апреле этого года сфора бездомных собак напала на девочку. Девочка сильно пострадала, и это не единичный случай. Мы продолжаем следить за судьбой Паши Сапожникова из Советска. Напомним, ему еще нет и двух месяцев. Родители отказались от него сразу после рождения из-за патологии руки. После нашего первого репортажа в органы опеки стали поступать звонки из городов России. Чем же закончилась история от Казничка? Смотрите далее. Мальчика сразу перевезли из Советска в Калининград. Жители города предлагали вещи и деньги на лечение. Но появились и желающие забрать малыша домой. Семей было много. Среди них из Израиля и Германии. Органы опеки выбрали подходящих кандидатов. Забираюсь, началась семья, которая готова принять несовершеннолетнего в свою семью. Но состояние здоровья, в общем-то, пока такое же. Пока что, как нам говорят врачи, хирургического вмешательства не требуется. Но мы надеемся, что в течение месяца ребенок уже будет проживать в семье. По договору о неразглашении тайны Ирина ничего не рассказала нам о новых родителях. Одно точно – ребенок останется в России, и семья благополучная. Высший пилотаж показали на аэродроме Дэвау профессионалы и даже любители. Сотни зрителей в течение получаса не сводили глаз с неба. Опытные летчики показали мастерство на высоте несколько сотен метров. Чуть ниже класс показали парапланиристы. Ну а те, кто хотели получить адреналин по максимуму, решились на самостоятельный шаг с высоты. Среди них была и наша съемочная группа. Держаться можно за что-нибудь, но на старте бежим. Как пилот сказал, бежим. Бежать, даже когда оторветесь, все равно ногами пока перебирать. Потому что может быть просадка и придется опять бежать. Наша съемочная группа сама решила проверить, насколько безопасно в небе. Новичка усаживают прямо напротив инструкторов – тандем. У пилота на коленях специальные приборы, которые измеряют высоту и скорость полета. Кстати, перед полетом обязательно нужно застраховать свою жизнь. Стоимость страховки входит в стоимость полета. Это 1500 рублей. Каждого человека – это по-своему. Тот, кто уже научился и летает, тому это на уровне рефлексов. А человек, который только начинает обучаться, у него это, естественно, вызывает затруднения, потому что нужно координировать свои движения, весом управлять как-то. После того, как вы очутились в небе, надо правильно поймать теплый поток воздуха. От этого зависит скорость полета. И что очень важно, при приземлении нельзя садиться на тандем. Надо бежать, чтобы не повредить ноги. Перед полетом важно одеться в теплую одежду и удобную обувь. Такой полет на параплане может осуществить каждый. Только если вы летите в первый раз, вам понадобится помощь инструктора. Мы летели на высоте 350-метровой. Ощущения просто невероятные. На параплане можно летать даже детям, но не младше 11 лет и только в присутствии родителей. Противопоказаний тоже никаких нет. Любой может совершить такой полет. Что нельзя сказать о прыжках с парашютом. Здесь стоит предварительно пройти трехчасовое медицинское обследование. Просто прыгнуть с круглым парашютом, то запросто. А если что-то показать в небе мастерство, то его надо сначала достичь, а потом уже прыгать. Все, кто в этот день прыгали с парашютом над аэропортом Девау, владели особой техникой и даже спустили флаг России с самого неба. Кстати, место проведения авиационно-спортивного праздника выбрали не случайно. Аэродром Девау уже долгое время не принимал самолеты. И 12 июня, по словам организаторов мероприятия, можно считать неофициальным открытием Девау. И сегодня вот то, что мы видим, самолеты в небе, гулы моторов, мы рассматриваем это как пролог к очень большой работе по возрождению авиационной деятельности на аэродроме Малой Саковой или историческое название Девау. В скором времени, обещает ДОСАВ, жители Калининграда и области смогут наблюдать новую технику и прыгать с парашютом именно с этого аэродрома. Лилит Мадонс, Максим Кириченко, служба новостей «Город». Сразу после рекламы вы увидите. Театр 19 века. Атмосферу балета того времени показали калининградцам через сценические наряды известных балерин. Московский проспект и остров Канта свяжет новый мост, а еще архитекторы хотят построить замок. Картошка с укропом, народные костюмы и массовые гуляния. Казаки торжественно приняли присягу. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Московский проспект и остров Канта соединит новый мост. И это еще не все, что задумали калининградские архитекторы. На расширенном заседании Совета по культуре также обсуждали и судьбу Дома Советов Королевского замка. Екатерина Степанова одной из первых узнала, как изменится город в ближайшие годы и так ли реальны замыслы архитекторов. Около ста лет назад застройка в этом районе была очень плотной. Теперь вместо Альштата, старого города, возвышается Дом Советов и проходит Московский проспект. Обсуждение возвращения калининграду прежнего вида ведется уже давно, но только сейчас власти города перешли от слов к делу. И первым стал проект «Сердце города». Идея перестройки Калининграда под старину, но она оказалась не нова. Еще в 2007 году в СМИ появились сообщения о том, что к 2012-му Королевский замок восстановят. Теперь в списке обещаний 60 гектаров земли, на которых может появиться старый Калининград. И все это с современной начинкой, но только к 2018 году. Мы сейчас стоим на территории Альштата, старого средневекового города Кенигсберга, в той части, где располагался рыбный рынок Альштата. Это такая широкая набережная, на которой торговали рыбой. И если быть совсем точным, то мы стоим в узке моста, Кузнечного моста, который проходил здесь. Всего к острову Канта подходило 7 мостов. Два из них реконструкции не подлежат, над ними возвышаются эстакады. А вот дублер Кузнечного моста, Патраховый, стоит вторым в очереди. Он должен объединить прогулочную зону, а это маршрут. Московский проспект, остров Канта, Старая биржа. Но все это мелочи, считает культуролог Александр Попадин. Есть в городе места поважнее. Когда мы начинаем говорить про восстановление, первым делом, сразу же всплывает память, это мы можем восстанавливать Альштадт, мы можем восстанавливать Кнайпхов, и мы можем восстанавливать что-то на Королевской горе. Я сейчас предлагаю туда поехать и посмотреть, что там есть. Территория Королевского замка 4 гектара. Сейчас там вовсю идут раскопки. Мы сейчас находимся в замке, ну виртуальном, да, потому что на этом месте раньше был замок. Практически вот в его южном крыле стоим, значит, в коридоре. Вот там находился внутренний двор. Здесь находилась главная высокая самая башня, и вот от нее есть фундаменты. Пока неизвестно, будет ли новый Королевский замок дублером предыдущего. До сентября следующего года будет создана комиссия и проведен конкурс, где решат, как будет выглядеть проект и что впоследствии там появится. Кстати, во время съемок, как говорит культуролог, произошло чудо. Вот, кстати, смотрите, карман какой-то. Ну, он не 19 века, конечно, он какой-то современный. А это, кстати, общественный карман, конечно. Пока, наверное, здесь ничего нет для нашего проекта. А, нет, там бусинка, там бусинка, да. Возможно, этот амулет «Белая бусинка» станет первым вкладом в проект «Сердце города». Александр обещал сохранить ее и вмуровать в стену при строительстве Королевского замка. Екатерина Степанова, Юрий Жуков, Служба новостей «Город». На вооружение Балтфлота поступили новые бронетранспортеры. Прямые рейсы Калининград-Бишкек приостановлены, а военные получат по 3 миллиона рублей. Более подробно об этом, а также другие не менее интересные новости смотрите в нашей постоянной рубрике короткой строкой. На вооружение морской пехоты Балтийского флота поступило 30 бронетранспортеров. Их огневая мощь в два раза превышает возможности предыдущей техники. Вооружение новых БТР позволяет вести прицельный огонь на ходу. На машинах устанавливаются цифровые радиостанции и системы топографического ориентирования. Машина оснащена усовершенствованной системой пожаротушения. В целях повышения комфортности нахождения экипажа в машине установлен кондиционер. В ближайшее время ожидается поступление еще более 50 единиц бронетранспортеров данного типа. Прямое авиасообщение между Калининградом и столицей Киргизии Бишкеком приостановлено из-за запрета Литвы на пересечение ее воздушного пространства. В связи с этим отменены рейсы в период с 13 июня по 24 октября 2013 года. Прямые вылеты в Бишкек были запущены 16 мая, когда состоялся первый прямой рейс. Самолеты должны были летать из столицы Киргизии в Калининград один раз в неделю, по четвергам. За последний год количество рейсов в Калининград и Средней Азии увеличилось. Из Узбекистана сейчас еженедельно летает 4 авиарейса. Стали известны первые результаты единого государственного экзамена. На 100 баллов в Калининграде стали уже 15 выпускников. Шестеро из них по русскому языку. Самые высокие результаты по биологии, информатике и истории показали остальные. Некоторые специалисты такой успех связывают с досрочным оглашением ответов на задания. Напомним, по всем дисциплинам за день до экзамена в интернете появились правильные решения на билеты. Представитель Пенсионного фонда России Игорь Бурматов заявил, что в Калининградской области почти 2000 медицинских работников получают досрочную трудовую пенсию. Она предоставляется при следующих условиях. Осуществление медицинской деятельности в определенных должностях и учреждениях здравоохранения и наличие стажа такой работы не менее 25 лет в сельской местности и поселках или не менее 30 лет в городах. Размер досрочной трудовой пенсии у каждого медицинского работника индивидуален. С 2014 года военнослужащие, претендующие на жилье, будут получать вместо жилплощади компенсации на покупку квартиры. Единовременные денежные выплаты на каждого военного составляют не менее 3 миллионов рублей. При расчете выплаты будет учитываться выслуга лет, количество членов семьи, а также заслуга и регалии военнослужащего. В Калининграде на сегодняшний день дома для военных строят на Сельме в юго-восточном микрорайоне. Курсы валютные 14 июня. Доллар США 32 рубля 34 копейки. Евро 43 рубля 24 копейки. Литовский лит 12 рублей 50 копеек. Польский злотый 10 рублей 10 копеек. Танцы с шашками, народные костюмы, картошка с мясом. Наша съемочная группа побывала на праздничной присяге на казачьем хуторе. О том, где и как хранятся традиции казаков, смотрите в следующем материале выпуска. Девочки, закипело! Девчонки! Девчонки! Девочки! Анжела – настоящая казачка и жена атамана. Она, как и ее предки, умеет готовить традиционные блюда. Раньше женщины сопровождали казаков в боях и готовили в полевых условиях. Кухня традиционная, скажем так, казахская. Молодая картошечка, тушеная с фасолькой и с мясом. К гарниру идет малосольные огурчики, свежая капусточка с овощами. Ну и к этому ко всему 100 грамм боевые водочки. Казачий хутор в Гуревском районе насчитывает порядка 170 человек. Живут здесь люди согласно казачьим традициям. Самостоятельно охраняют залив, выращивают фрукты и овощи. Это вот малосольные огурчики, выращенные в теплице нашими девочками. Для таких патриотов День России – один из главных праздников. И ежегодно в честь этого казаки устраивают гуляние. День независимый для казака. Гордость за свое отечество, за свою родину. Казак всегда готов стать на защиту ее рубежей. Каждый год ряды казаков пополняются. В День России присягу приняли еще 8 человек. Торжественная часть церемонии, как обычно, начиналась с приветствия. Поздравляю с праздником Днем России! Люба! 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 Вольно! Вольно! Люба – одно из старых приветствий казачества. Это слово означает добро. Также его используют для похвалы или выражения радости. Новобранцев ждет службу на пользу общества, казачий круг, крестины для некрещенных, а также обучение мастерству джигитовки шашкой. Казачий дух – это крепкий человек, крепкий своей верой. Он имеет непоколебимый такой стержень в душе. То есть все вот эти заповеди «сам погибай, товарища выручай» – вот это как раз и относится к казачьему. В будние дни казачество занимается помощью различным подструктурам МЧС. Проводит обучение в школах и кадетских корпусах. Делают они это на добровольной основе и бесплатно. В обычной жизни это инженеры, продавцы и бухгалтеры. Екатерина Степанова, Назим Габибов, Служба новостей город. Назад в прошлое может попасть любой, кто придет в художественную галерею на выставку красавиц русского театра. Организаторы представили публике костюмы известных красавиц прошлого века. К примеру, туфли балерины Анны Павловой. Также здесь можно увидеть, в каких нарядах Мария Пеннипа и другие звезды балета покоряли мир. На выставке красавицы русского театра представлено множество платьев эпохи модерна на рубеже 19-20 веков. Поподробнее хочется рассказать о конкретно одном аксессуаре, который знаменитый тем, что у него была знаменитая обладательница. Это была Лина Кавалери, которая прославилась своим оперным талантом в Италии и особенно в России. Стиль, на который равнялись миллионы женщин, моду в России на рубеже 19-20 веков задавали единицы. Кумиры своего времени, примы оперы и балета. Это платье к неизвестному спектаклю Петербургского Александрийского театра из белого крепдышина с кружевными прошивками. Но самый впечатляющий здесь аксессуар одежды – знаменитая накидка Лины Кавальери, известная итальянской оперной певицы и фотомодели. Исторически так совпало, что этот слепок был сделан в 2013 году прошлого века, и этот год совпал с наибольшим подъемом популярности русских сезонов, то есть знаменитого русского балета, который устралировал по загранице. Современные женщины удивляются. В этих нарядах сейчас либо на торжественный прием, либо на сцену. Хотя эти платья были повседневными, но если сравнивать их с современными, они абсолютно немобильны. И в этом заключается огромная разница между прошлым и настоящим ритмом жизни. Надеть такой наряд могла только обеспеченная модница. Как отмечают модельеры, Калининград полностью не подходит под эпоху модернизма. Роскошные театральные наряды, старинные аксессуары и эксклюзивные ткани – все это могли носить только избранные красавицы русского театра. Такой гардероб сумел покорить сердца людей со всего света. Помимо платьев, на выставке много именных предметов – балетные туфли Анны Павловой, Марии Петипа, Тамары Корсавиной. Ведь балет всегда ассоциировался с туфлями. Также гостям удастся увидеть старинные сумочки, веера и бисерные серьги. Такое сейчас вряд ли встретишь. Это туфелька необычная, потому что все ожидают увидеть, когда речь идет о балетной туфле, ну что-то похожее на пуанты, да, в классическом представлении, таком стереотипическом. А здесь такая нарядная туфелька с бантом, с какой-то окантовкой такой, очень яркой. Все потому что Петипа, Мария Петипа специализировалась, может так выразиться, именно на характерных танцах. Любителям фотографий стоит увидеть настоящие винтажные фото и открытки. Все это приправлено и инсталлированное в середине экспозиции ателье, которое передает всю атмосферу того времени, как символы уходящей от нас красоты. Алексей Бондарев, Назим Габибов, Служба новостей, Город. Если вы стали свидетелем интересных событий или засняли их на фото или видеокамеру, то звоните к нам в редакцию по телефону 919404 или присылайте их на наш электронный адрес канал1собакамail.ru Также напоминаю, что все выпуски дублируются на нашем официальном сайте одингородской.ру И это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Вероника Сухачева. Я с вами прощаюсь, ну а как будут развиваться события дальше, покажет Служба новостей, Город. Всего вам доброго и до встречи. Стиль ведущих представляет магазин «Монтон». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok